Мы собрались для того, чтобы обсудить довольно сложную тему, которая вызывает большой общественный резонанс. Это состояние дел в сфере капитального ремонта многоквартирных домов. Тема действительно актуальная, резонансная. Но прежде чем перейти к рутине, хотел бы заметить следующее. Здесь у нас на совещании присутствуют представители «Единой России», общественных организаций, инвалидов, некоторых других структур. Партия обращалась ко мне с просьбой предусмотреть для нуждающейся частичную компенсацию на оплату взносов на капитальный ремонт. Мы эту тему подробно обсуждали на встрече с участием «Единой России» и соответствующих руководителей правительства. Представители общественных организаций также были. Я принял решение. Инвалиды первой и второй группы, а также семьи с детьми-инвалидами, будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт в том же объеме, в котором они освобождаются от соответствующих платежей за коммунальную сферу, то есть на 50%. Кроме того, правительство намерено рекомендовать регионам установить льготы для одиноко проживающих людей старше 70 лет, а именно компенсировать им расходы на оплату взносов на капитальный ремонт в размере 50%. Для тех же, кому исполнится 80 и более лет, должна быть предусмотрена стопроцентная компенсация. Разумеется, наши рекомендации будут подкреплены соответствующей финансовой поддержке региональным бюджетом. Обращаюсь к Министерству труда и социальной защиты, Министерству финансов, Министерству строительства в ближайшее время представить согласованные предложения по изменению законодательства в этом ключе, а также определить источники финансирования с учетом тех проработок, которые мы с вами явили последние две недели. Конечно, эти меры не снимают всех вопросов, которые связаны с введением платежа за капитальный ремонт, но, тем не менее, меняют ситуацию. Мы должны в этом случае прежде всего поддержать тех, у кого новые платежи за капитальный ремонт составляют ощутимую долю в семейном бюджете, и кто лишен возможности за счет своего труда компенсировать эту долю. Помимо этих мер, мы уже предусмотрели в законодательстве помощь тем, у кого платеж за жилищно-коммунальные услуги, включая взносы на капитальный ремонт, превышают определенный размер совокупного дохода, который установлен в регионе. Государство выдает таким семьям соответствующие субсидии. Ну и сами регионы, сами муниципалитеты вправе устанавливать дополнительные меры социальной поддержки на оплату коммунальных услуг. Понятно, что сейчас ситуация не самая простая и для регионов в том числе, но, что называется, это вопрос приоритетов. Кто как их для себя определяет. Любой регион, который хочет помочь гражданам, может таким образом приоритеты выстроить, чтобы прежде всего изыскать средства, например, на эти цели. Только за первое полугодие из бюджета всех уровней на эти цели было направлено около 21,5 миллиарда рублей. Конечно, любые новые платежи – это всегда обременение. Но, с другой стороны, и это не нравится никому, но, с другой стороны, никому не нравится жить в ветхих аварийных квартирах. Рано или поздно любой дом нужно ремонтировать. Ну и, конечно, в этом смысле вопрос средств будет первостепенным. И это вопрос общей ответственности и государства, и людей. Потому что большинство квартир, которыми наши люди пользуются, они находятся в их собственности. Вся проблема изношенности жилищного фонда назревала давно. С каждым годом она только усугублялась. В 2012 году мы приняли закон, который предусматривает капитальный ремонт общего имущества за счет средств собственников. Весь 2013 год регионы готовились к запуску этой программы. Почти везде, кроме Крыма и Севастополя, были утверждены региональные программы по капремонту. Срок их реализации длинный – 25-30 лет. С одной стороны, не очень хорошо, потому что многие люди говорят, что мы не увидим, когда это все будет закончено. Но, с другой стороны, если этот срок сжимать, мы с вами понимаем, это будет очень сильно бить по карману наших людей. Поэтому вот такой порядок был выбран. По данным Минстроя, эти программы охватывают почти 96% многоквартирных домов, где проживают более 80 миллионов человек. При этом около половины многоэтажек уже сейчас требуют того или иного капитального ремонта. В общем и целом, это справедливая модель, потому что, мы с вами понимаем, жители, например, личных домов, они точно так же проводят свой ремонт, но никогда к государству за помощью не обращаются. В прошлом году масштабные программы по капитальному ремонту были запущены по всей стране. По данным Минстроя, за два неполных года было отремонтировано около 19 тысяч многоквартирных домов общей площадью 77 миллионов квадратных метров. Для этого привлекались и средства жильцов, и деньги федерального, регионального и местных бюджетов. Таким образом, 3,5 миллиона человек стали жить в более комфортных и безопасных условиях. Сейчас размер минимального взноса на капитальный ремонт в среднем составляет чуть более 6 рублей за квадратный метр. В период с января по октябрь текущего года собираемость взносов составляла приблизительно 72%. В 11 регионах это 85%. По понятным причинам эти цифры меняются, варьируются, и здесь еще многое зависит от региональных властей. Еще что хотел бы сказать. Тема капитального ремонта стала предметом спекуляций различных политических сил. В предвыборный год популистских заявлений в этой сфере будет все больше. Но мы не должны позволять нашим оппонентам использовать в своих интересах вопросы, которые чувствительны для большинства людей. Понятно, что давать обещания легко, в том числе и различным политическим партиям, особенно если ты ни за что не отвечаешь, а только на трибуне можешь выступить. Но обещания нужно выполнять, причем при уменьшенном бюджете. Поэтому если Единая Россия консультируется с правительством, выступает с предложениями, то это делается ответственно. И после принятия этих решений общих они должны быть исполнены. Но при этом мы все должны понимать, что финансовые возможности государства не безграничны. И вот как раз те предложения, с которыми Единая Россия сейчас обратилась, и те, которые были мной согласованы, это пример взвешенного отношения и к нуждам людей, с одной стороны, их защиты, а с другой стороны взвешенного отношения к реальным возможностям бюджета. Об этом помнить должны все. Спасибо.